Путин и Лукашенко встретились в Кремле. Вынуждены были ответить. Оренбург больше ни на кого не надеется. Люди сами находят выход из ситуации. Аккуратнее, не спеши только. Предатель Балицкий боится прихода Украины и надеется разбогатеть при России. В этой ситуации мне же бежать некуда. Всем привет, меня зовут Юлия Корт и это программа «В тренде». Каждый день мы рассказываем вам актуальные новости, показываем интересные видео и развенчиваем файки. Вчера Лукашенко прилетел в Москву для переговоров с Путиным. Обсуждали насущное. Запад нападет, мы защищаемся, а давайте переговоры. А еще Лукашенко заявил, что Москва и Минск никогда не обсуждали захват Европы. Путин цинично назвал демилитаризацией удары по энергообъектам Украины. Он заявил, что Россия была вынуждена нанести удары по украинским энергетическим объектам в ответ на атаки Киева по российским целям. В энергетике, к сожалению, мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам в последнее время и вынуждены были отвечать. Я хочу это подчеркнуть. Мы даже, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, имея в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить. Но повторяю еще раз, если все это закольцуется в решении тех вопросов, о которых мы говорили изначально, и удары по энергетике связаны в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, это демилитаризация, что мы прежде всего исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПК, на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем напрямую. Россия за последние недели активизировала удары по украинской энергетической инфраструктуре. Один из последних комбинированных ударов дронами и ракетами полностью разрушил расположенную в 20 километрах от Киева Трипольскую ТЭС. Ликвидация последствий обстрелов продолжается также в Одесской, Львовской, Запорожской областях. Из-за ударов по энергообъектам без электричества остаются мирные украинцы и критическая инфраструктура. Но им не до этого, они на публику рассказывали о каких-то переговорах. Диктаторы заявили, что мирная конференция по Украине без участия России невозможна. Лукашенко снова говорил о нападении на Беларусь. По его мнению, Минск вынужден усилить границу из-за увеличения военного присутствия Запада. Тем временем белорусские чиновники отчитались об испытаниях первого трактора-беспилотника. Правда, не такой он и беспилотный. Им управляет стоящий за трактором мужик. Белорусские технари заявили, что для массового внедрения беспилотных тракторов нужны цифровые карты полей, устойчивый сигнал 5G и профессиональные кадры. То есть лет 50 еще подождете? Сейчас транспорт находится в Брестском государственном техническом университете, где его собираются усовершенствовать. Это как? Сделать таки его не обычным, а беспилотным? В России докатились до того, что детей с ограниченными возможностями заставляют делать костыли для военных. А столярная мастерская вот уже вторую неделю не смолкает звук станков. Здесь мальчишки старших классов делают костыли. Их тоже отправляют в госпитали, где бойцы проходят лечение. Красный цвет – это линия жизни, цвет крови, да, и чтобы вот эта ленточка в виде креста защищала наших бойцов, оберегала их и напоминала, что мы ждем их возвращения домой с победы. Мало, конечно, у нас в школе, но мы рады, что у нас девочки очень любят швейное дело, стараются, работают быстро, аккуратно. Ну, наверное, штук 30 уже сделали. Образ птички был выбран не случайно. Она символизирует приход весны с вестью на крылышках о победе. В Татарстане школьников привлекают к изготовлению оберегов и костылей для военных. В ролике открыто заявляют, что детям уже поступил заказ на сотни костылей. А с каких пор эксплуатация детей в военных целях стала поводом для гордости? Ах да, я забыла, это ж Россия, детка. Жителям Донбасса живется не сладко при русском мире. Десятый год, как будто цивилизации и не будет никогда. Но пропагандисты Первого канала вещают другую реальность. Не нужна вода, дончане готовы терпеть. Все ради победы. Смотрят, что люди Донбасса и понимают, что ведь этим людям многого не надо. Они готовы довольствоваться малым. Дайте, говорят, в воду хотя бы на 30 минут в день. Они готовы терпеть все эти лишения ради одного, ради большой победы. Ты думаешь, на 30 минут в день? Нет. Им вообще про это не просят. Им дают в два раза в неделю воду. И не самое главное, победу приближают наши ребята, и победа будет за нами. Интересно, что скажут дончане, когда посмотрят это видео? Наверное, очередной раз побегут собирать дождевую. Или очередную жалобу Пушилину напишут. А победа для России – это очередную теплоэлектростанцию разбомбить или очередной город сжечь. Или вот для картинки, которую уж точно можно показать на федеральных каналах. На территории посольства Украины в Москве вывесили российский флаг и так называемое знамя победы. Очередная победа пустого здания. 40 миллиардов рублей под водой. В такую сумму оценили ущерб от наводнения в Оренбургской области. Самая тяжелая ситуация сейчас в Оренбурге и коттеджных поселках, полностью ушедших под воду. Жители вернулись туда на лодках, чтобы спасти домашних животных и хоть какие-то вещи. Но оказалось поздно. Паводок уничтожил 200 домов и приусадебных участков. Вода уже достигла крыш. К этому моменту в Оренбурге затоплено уже более 2000 домов и 2500 участков с постройками. Уровень в Урале поднялся до полутора метров. Курьер из затопленного Оренбурга записал обращение своему работодателю на грани срыва. Бедолага за 55 рублей на мопеде должен был реально проплыть до клиентов. У некоторых смекалки хоть отбавляй. К нескольким бревнам привязали чуть более 30 пивных бутылок и 4 автомобильные камеры. Такая конструкция не позволила машине уйти под воду. Но другим автовладельцам, которые не настолько любят пиво и не так быстро соображают, повезло меньше. Их машины почти полностью ушли под воду. Вот плоты, которые мы навязали, те бочки, которые сверху мы видим. Остальные бочки находятся внизу под машиной. То есть вот эта конструкция держит эту машину на плаву. Вот рядом стоит Гранта. За ней стоит Инфинити. В поселке затопило около 20 машин. Обещанные местными властями выплаты не дают. Вот они две машины стоят. Их уже подняло. Они обе плавают. Воды много, колоссально. За последние часы прибавилось порядком 20 сантиметров. Может поменьше, чуть-чуть, 18-18. Ну, прилично. Мы были здесь час 20 назад. Одна машина плавала, вторая и так колтухала. Сейчас обе прям плавают. Молебен не помог сохранить дамбу в Орске. А версию с грызунами подняли на смех. Какие грызуны? Что там грызуны, вообще говоря, смешно. Это технические вообще процедуры, которые прописаны сотни лет назад уже. Знаем, как считать, знаем, как каструировать дамбы. Поэтому защитные дамы именно. Разберемся. Администрация Орска даже на благоустройство площади возле городской администрации потратила в 167 раз больше, чем на содержание дамбы. В течение последних лет объем работ по обслуживанию дамбы сократился в 3-4 раза. Уменьшились и расходы на ее эксплуатацию. А подрядные организации отказывались принимать участие в невыгодных тендерах. Кто виноват? Никто. Следует из слов оренбургского губернатора Дениса Паслера. Он призвал не искать ведьм в трагедии. И не дамба это вовсе, а насыпное ограждение вдоль реки Урал. Сейчас же под угрозой большой воды и Курганская область. Тут, кстати, может затопить единственный в РФ производитель БМП-3 и БМД-4 – Курган-машзавод. Но в приоритете у Кремля не помощь своему населению, а война, где сгорают деньги всех россиян. А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. И не забудьте поставить лайк этому видео и обязательно подписаться, чтобы ничего интересного не пропустить. Предатель, коллаборант и просто преступник из Запорожской области Евгений Балицкий. Он заявил, что хочет только власти и денег. А если Россия не победит, бежать ему некуда. Победа нужна как следующий этап, шажок куда-то во власть или какой-то этап зарабатывания, бизнеса или карьерного роста. Мне победа нужна как в воду. Потому что если я в этой ситуации, мне же бежать некуда, вы же понимаете. Я в этой ситуации, мне же бежать некуда, вы же понимаете. Тем временем в оккупированном Мелитополе, который контролирует Балицкий, ноу-хау для пенсионеров. Теперь вместо заслуженной пенсии им выдают талоны на еду. Ну что, любители совка, еще есть желание вернуть Советский Союз? Или все же кушать хочется? Кто получает гражданство РФ? Ну, помимо таджиков и кавказцев. Немцы, точнее немка. Дагмар Хен поддерживает яро политический курс РФ. По ее словам, она уехала из Германии в Россию в мае 22-го года из-за страха перед желто-синими флагами. И начала работать на Russia Today. Уважаемый Дагмар, решением Главного управления ВД России по городу Москве от 21 марта текущего года вам предоставлено временное убежище на той Российской Федерации. Примите наши поздравления. Дагмар Хен, сторонница конспирологических теорий, ведет блог, которым оправдывает войну в Украине. Она также писала, что Гитлер не хотел войны, а к агрессии его подтолкнули банкиры США и Британии. Да уж, геноцификация на России точно зашла в тупик. В Москве женщина написала донос на сына за изучение украинского языка. Ее смутило, что 24-летний сын начал учить украинский язык, читать Коран, озаботился устройством дронов, снарядов и мин. Кроме того, он пошел в тренажерный зал. Очень заботливая мать испугалась и обратилась в полицию. Ну, лучше уж сын на нарах, а потом на войне, чем дома с учебником украинского и с гантелей в тренажерке. 220 нелегальных мигрантов пытались проникнуть в Польшу через реку Пшеволка у поселка Беловежа. Как отметили в пограничной службе, иностранцы вели себя агрессивно. Они бросали в сторону пограничников и военных ветки и камни. Также у них отобрали опасный инструмент, который был сделан из дерева и гвоздей. Попытка была успешно пресечена. Мигранты отступили вглубь Беларуси, сообщили в пограничной службе Польши. Окупанты обустраивают в блиндажах классы. Так они называют свои недомастерские в земле, где клепают самодельные взрывные устройства для БПЛА. Картина называется «Обезьяна с гранатой». Конкретно в этом учебном классе двое раненых мастеров. У одного – оторванные руки, у другого – контузия. Вот такое произошло у нас несчастье. Ребята подорвались у нас в классе, где мы ремонтировали и занимались ЭФПВ. А теперь для сравнения, как у украинцев выглядят мастерские для изготовления боеприпасов и ремонта ЭФПВ-дронов. Покажите эти фото российским военным, пусть еще раз нажалуются на руководство Путину. На следующем видео командир российской 60-й мотострелковой бригады с позывным «Борода». Он отдает приказ офицеру с позывным «Мясник» – гнать группу вперед, контролировать, чтобы никто не отказывался. «Мясник, мясник, гони их вперед, группа идет вперед, группа идет вперед, ты находишься сзади, контролируй, чтобы никто не отказывался, как принял, прием». Это так работают заградотряды в армии вооруженных сил РФ. Мужиков все меньше, вдов и детей без отцов все больше. Я вам хочу сказать, что за время правления Путина доля неполных семей в России выросла почти в два раза. Это только до 2021 года. Насколько это число увеличилось за время войны, можно только догадываться. Но Путин объявил 2024 год годом семьи. Очень цинично, не правда ли? Новая серия отрядов Путина, но уже кибер. Весна повлияла и на них. Открылись новые способности. На этот раз бабки решили вступить в бой со здравым смыслом, записав трек про достижения России в космосе. Что ж, какие достижения, такие и рэперы. «Не веришь пруфам? Побазарим! Чекай адрес точный! Россия, Амурская область, космодром Восточный! В русском рэпе я мамочка связала Байдену белые тапочки. У нас все надежно, и этот глаз радует. Даже у деда ракета не падает. Как тебе такой, Илон Маск? «Вы послушайте, не другие, космос наш навсегда, а если кто помешает нам, то тогда им...» «Да!»